ребят всем приветик вышли на прогулку как видите на шевре фартук изготовленный мной мы его активно эксплуатируем за это время у меня все приходили в охоту в том числе и ромаха оставляла его с ромахой но покрытию не смог не достал как я там не изловчалась там его поднимал ее опускал общем чем не получилось ну по большому счету я и рада я хочу козлят попозже чтобы было тепло чтобы не тащить их потом домой эти девки у меня просто ли все за весну хотя родились 5 апреля и на диван прыгали в общем про солен так ну да ладно в общем фартук эта вещь он спас меня ой они меня он спас от покрытия раннего зайца заяц потому что у нас гуляла 1 потом ромаха но ромах он не смог покрыть сейчас у нас в дикой охоте стефания прям дичайший вот он слава богу от нее отвлекся на кору вот сейчас я вам расскажу плюсы и минусы этого фартука за то время пока мы его использовали видите розовые тряпочка привязаны у меня в общем вот эти фиксаторы которые видите пластиковые защелки на ошейнике и на вот господи на туловище где тряпочка привязаны это вот эту я фиксатор завязываю тряпкой эти козьи морды они же такие хитро изворотливые они общем научились расстегивать этот фиксатор он спокойно им лезет в рот то есть они берут по бокам нужно нажимают на защелки и расстегивают вот на шее ни разу не расстегивали а на спинке неоднократно кстати раза два было я вроде бы за ними наблюдая не у меня в саду же всегда перед окнами поглядывая тут муж вот два раза мне говорит первый раз когда она увидела фарту горта чё он так и должен же по земле вал по земле волочи себе в смысле смотрю то есть у него вот этот фиксатор на груди расстегнулся и фартук по земле везется надеюсь он никого не покрыл но в то время кто у меня зайка была в охоте но я думаю он бы не смог ее покрыть даже при расстегнутом фартуки но но это большой минус то есть вот эти фиксаторы можно ставить только или совсем маленьким козликом или тупым козом кожу мне кажется все не тупые а наоборот очень все хитрожопые на будущее если я буду шить все таки я буду делать подобные фиксатора сверху народ буду пришивать еще стропу на которой нашивать два маленьких карабинчика есть такие карабинчики как для собак они то есть не так нажимаются открывается а вот там крутилочка такая то есть я думаю что если закрутить то эти морды все таки не смогут своими губами открутить вот в общем минус второй минус сейчас я подойду не хочется беспокоить пока они тут увлеклись мы гуляем мы гуляем последние денечки флисовая флисовая штука внутри конечно мягкой все хорошо но она очень сильно впитывала влагу поэтому наверх я ему нашел такую мягкую баллоне видеть как плести то прям по флису вот здесь вот прострочила теперь она эти секушки у него вот пожалуйста видите стекают прям как по заказу и еще вот этот краешек видите я вынесла его за стропу сделала свысающим чтобы сюда под стропу не затекала вот он так секрет то есть вот это тоже мне понравилось не совсем жесткий край а мягкой чтобы туда была возможность не туда затекать а как бы переливаться так начинает драться или любиться стеша кушайте хватит хватит шеви ну поешь немножко террорист махровой дальше из плюсов мое изобретение надо кстати патент себе на оформить то что я вложила внутри фартука папку очень очень хорошие вещи во-первых фартук не поднимается ветром он всегда зафиксирован нет такой вероятности что дунет ветер и во время этого процесса фартук просто удует от нужного нам место которое нужно защищать плюс еще один плюс а да пока не забыл то есть если вы будете шить фартук а если фартук на боли взрослого козла папка там будут будет маловато знать еще я придумала тонкий поликарбонат есть 4 миллиметра он продается в леруа шки таким небольшими отрезами не очень дорого вот можно туда вставить этот тонкий поликарбонат он тоже эластичный он не будет ломаться он не будет резать ранить ножки краешек внутри можно кстати проклеить чем можно проклеить а можно скотчем проклеить можно там изолентой как но в общем кто как кто во что гораст у кого что есть то и делайте так следующий плюс огромный так отдать подойду следующий огромный плюс это перемычка вот это перемычка от ошейника который идет сейчас покажу вот она на груди видите это вообще супер супер вещь она расположена между ножками то есть как бы козлик не крутился не вертелся фартук никак не перевернется боком потому что вот эта часть грудка она держит фартук в нужном месте то есть это считаю что вот эта часть необходима хотя например в пошиве фартука без мерок в длину и рассчитать мне кажется невозможно это надо на каждом козлике мерить думал я кстати для облегчение процесса вот отсюда пустить тоже стропы но боюсь что стропы во первых ножку ему будут тереть во вторых малый он может как-то так ну что вы то любовь то ненависть как-то из ловчиться этот ремень снять вот с этой ножки вытащить и фартук естественно наш полетит то есть наличие вот этой грудки она просто необходимо так все сейчас процессом процесс шеви шеви чё ты там фартук стираешь да ой умненький духами брызжет фартук ой какой вкусный парфюм у шеви живан шипи фреш наверно мой любимый запах вот такие моменты так все я вам сказала наверно да наличие грудки наличие твердой вставки ну и естественно какие-то крепкие застежки на большого козла я думаю что стропы нужно будет вдвойне прострачивать но у меня машинка хоть и промка она для легких тканей не знаю возьмет она или нет боюсь я изуродовать свою машинку сломать в общем я думаю что шить фартуки мне еще придется и не один с учетом вот этих моих замечаний плюсов минусов в процессе эксплуатации но кто собирается шить сейчас то вот можете вот эти мои мысли применить еще раз покажу модный модный у нас тут все мальчишки такие рисунки наклейки это наверное от того что у меня как муж говорит не израсходован материнский инстинкт дочь одна уже выросла живет отдельно внуков пока нет в общем все свои всю свою заботу материнскую я вот своих животных так скажем применяю вымещаю а да еще чего понравилось вот здесь вот флисик у нас сейчас шею покажи блин мне покажу в общем вот там где шейка если ткань очень грубая флис конечно очень хорошо смягчать не дает натираться кожицы ну и вот здесь вот например тоже я бы например подложила флис возможно говорю что я надеюсь в ближайшее время не знаю сколько ближайшее время ну недели две думаю месяц потому что этот фартук пока ему как раз буду шить ему другой фартук где я буду применять мои доработки но естественно вам покажу так что ребятки желаю вам здоровых поладовитых высоко продуктивных животных и естественно спокойных нервов и чтобы не было нежелательных покрытий все покрытия были желанными качественными с крупными здоровыми красивыми любимыми козлятками